Отличник народного просвещения РСФСР Надежда Бычкова отмечает юбилей. Свой возраст не скрывает 90-м. Друзья и коллеги чествовали юбиляра в её родном детском саду. Поздравить приехал и временно исполняющий полномочия главы округа Владимир Волков. Надежда Матвеевна, коллектив дружный, вас все помнят, вас уважают, любят, ценят. Поэтому вам только здоровья. Нам у вас учиться и учиться, Надежда Матвеевна. А не надо учиться, просто надо работать и больше ничего. В этом детском саду на Пионерской улице в Томилине Надежда Матвеевна проработала заведующей больше 40 лет. Её заботливые руки помнят тысячи малышей. Многие из них, уже повзрослев, теперь приводят сюда своих детей и внуков. Это моя жизнь. Без неё я жить не могла. Без детей не могла жить. Я их любила до слёз. Как только приеду в совещание, чтобы поднять место настроения, я иду к маленьким. И они липнут все. И у меня всё проходит. Энергетика детей очень сильная. У каждого ребёнка должно быть счастливое детство. И Надежда Матвеевна старалась создать своим маленьким воспитанникам такие условия в детском саду, чтобы им было комфортно, как дома. Но о своих детских годах старается не вспоминать тяжело. Мы же дети войны. Мы же не учились. Никакой там школы не было, ни учителей, ничего. Но война же была. И нас притягивает к колхозу. Он на телеге нас сажал и вёз в поле. И мы там работали. Война не сломила её, а сделала только мудрее и сильнее. После окончания школы и педагогического училища Надежда Бычкова устроилась воспитателем в детский сад и посвятила дошколятам 64 года. 55 из них на Люберецкой земле. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.